Приветствую вас, дорогие друзья, в игрушке Хоррор Шоу, с вами канал Дарит, и в этой серии я хочу открыть легендарный ящик, точнее 7 штук, надеюсь, на вашу поддержку лайки и комментарии, посмотрим, что там выпадет. Let's go, погнали, ребятки, покупаем. Платеж выполнен, ребят, ни разу не открывал я легендарные ящики, не знаю, что там может выпасть. Ну что ж, открываем. Серебро от 3000 до 5000, золото от 85 до 100, опыта от 300 до 650 и персонажа от 5 до 10. Интересненько будет посмотреть. Так, это первый, первый ящик. И, о, Айронса 2, Гаррика 3, Мона 1, отлично, 87 голды, я буду только самое важное называть. Окей, а, вот легендарные ящики, то есть мы можем не все их открыть, можем оставить на потом. Но, в принципе, посмотрим. Так, 97 голды, 2 Айронса, 4 Гаррика, Культуриста 2, Стежок 2. Получаем. Давайте теперь откроем простой, давайте с простых начнем. Что у нас там? Сегодня у нас прям открытие. Не одного персонажа, но 1000 серебра, это нормально. Открываем редкий, смотрим, что у нас там. Что в редком? Мона 4, ничего себе, в редком 4 Моны выпало, это очень круто. И Айронс 1, я думаю, сможем прокачать. Идем дальше, у нас эпический ящик, ребят, там тоже очень круто. 24 голды и баловато. Стежок 1, Гаррика 1 и Митчелла 2, это в эпическом. И откроем в легендарном, чтобы сравнить. Легендарный, конечно же, самое лучшее там выпадает. 87 голды, Гаррика 1, Культурист 1, Мона 1, Айронс 2, Митчелл 1. Отлично, получаем. Открываем еще, и еще открываем, ребят. Здесь у нас открытие, открытие ящичков, ребятки. Так, Гаррика 1, Стежок 1, Культурист 1, Мона 1, Айронс 1, все по одному. 26 уровень нам дали эпический ящик. Когда дадут легендарный? О, мы же за выполнение задания, поднять уровень аккаунта. Отлично, мы получаем еще один ящик. Продолжаем открывать, ребят, продолжаем. Можно, в принципе, 5 открыть, а остальное мы оставим на потом, допустим. Айронс 1, Мона 3, Навара 1. Вот такие вот ништяки. Давайте я пока что ставлю легендарные ящики на потом, на 2 штуки. В каждой серии мы уже будем открывать по ящику каждого вида. Теперь мы можем прокачать, и это очень круто, ребят. Смотрите, можем Моно улучшить до 12 уровня. Сила духа у нее немножко будет лучше, живучесть побольше, скорость побольше улучшить за 9200. Давайте улучшим за 9200, отлично. Мы ее сразу прокачали, нисколько не нужно ждать, это очень круто. Просто как карточки накопите, можете прокачать. Скоро 13 уровень будет. Вот Айронс, ребятки, я очень рад, что мы можем Айронса прокачать. Я хочу его до десяточки уже довести. Улучшаем за 100 голды, да, за 100 голды можно улучшить. 9 уровень, скоро будет у него 10. Не хватает, сколько не хватает нам карточек? 1, 2, 3, 4, 5 карточек не хватает. Но я думаю, скоро мы его прокачаем. Обязательно в каждой серии будем открывать ящики. Я думаю, мы рано или поздно прокачаем. Прокачать любого персонажа, получаем награду. Тем более, лучше не торопиться, потому что за выполнение таких заданий мы тоже будем получать ништяки. Давай посмотрим, чего у маньяка. Стежок, можем прокачать Стежка. Культуриста не хватает, пока карточек у Гарика не хватает. Одна карточка и Гарик улучшен до 10 уровня. Будет новая способность, ребятки. Одной карточки не хватает. Надеюсь, в следующей серии мне выпадет Гарик. И мы сможем его прокачать до 10 уровня. Поиграем за него. Стежок. Стежка еще долго прокачивать. Но хотя бы что-то. Давайте улучшаем. Отлично, теперь он стал посильнее. Ну что ж, эта часть прошла. Теперь давайте играть. За кого поиграем? Раз мы прокачали... Давайте будем играть за тех, кого мы прокачали. Мы прокачали Амону, Айронса. И кого мы из маньяков прокачали Стежок. Вот за них мы с вами будем играть. Начнем, наверное, с Айронса. Let's go, погнали. Первая игра. Играем за Айронса. Ребятки. Лучший способ выживать в этой игре... Мансить от маньяка. Именно брать на себя удар. То есть смотрите, как мы делаем. Мы ищем маньяка. Нам нужно потом от него поубегать. Чтобы он ботов не трогал. Он быстро ботов поймает. А вас он будет ловить долго. Пока боты живы, они будут быстрее искать предметы. Там чинить генераторы. В общем, вам будет проще сбежать. Нежели вы будете сами это все искать. Пока вы сами все найдете, он уже всех ботов убьет. И ему не составит труда убить вас. Поэтому что? Ну, пока можно, допустим, починить. В принципе. Вот, он где-то здесь. Тут винт, кстати, есть. Можем поднять винт. Надо на себя как-то его сагрить. Начнем пока чинить. Главное, чтобы он ботов не ловил. Потом сложно будет их спасать. Мною проверено. Он, блин, рядом будет тусоваться с клетками. Блин, ну капец. Давайте хотя бы один починим, чтобы был шанс через ворота сбежать. В принципе, если он сейчас за мной побежит, я буду просто от него убегать. Матсить. Второго уже ловит. Ну, блин, ну почему не за мной он бежит? Да фигово. Он сейчас всех переловит. Капец какой-то. Давай, давай. Где это ускорение? Так, это я рядом с машиной. Бежим, бежим. Где он? Где-то рядом, да? Где-то рядом тусует. Все, идет сюда. Отлично. Пускай со мной бегает. Бежим дальше. Кричи, кричи, кричи. Правильно делаешь. Прощай, Мона. Жалко, конечно, ее. Так, ну двое еще живы. Один раненый, правда. Где он? Капец, ну почему он не за мной бегает? Надо чтобы он за мной бегал. Как будто бы знаешь, что меня будет сложнее поймать. Можно, в принципе, чинить электрощиток. Может быть, он это услышит и сагрится на меня. Вот, три уже починили. Я сейчас еще один дочиню. И останется последний. Так. Чувак, подлатай себя, пожалуйста. Подлечись, подхилься. Так, ладно, давай починим. Сюда иди, ко мне. Вот, отлично, отлично. Идеально. Теперь сюда. Выиграли время. Теперь сюда его ведем. Находите просто рядом с дверьми. Вам будет проще от него бегать. Все. Все, ребята. Ну вот видите, немножко помансили. И можем уже постараться убежать. Где-то рядом, блин. Возможно, там уже открыли ворота. В общем, бежим к воротам. Это наш шанс. Он где-то здесь. Быстро к двери. Ну-ка. Он к воротам пошел. Да, он... Один сбежал, одного он поймал. Смотрите. Ну все, я ускоряюсь, убегаю. Вперед, победа. Отличненько. Мы это сделали. Мало, правда, заработали, потому что мало сделали действий. Но два ящика мы получаем. Так же давайте откроем обычный ящик. Уже можно. Так, так, так. Ну, небольшие ништяки. Продолжаем играть. Теперь будем играть за Мону. Вторая игра за Мону, ребят. Продолжаем играть. Вот. Сразу ищем предметы. Когда играешь за Мону, лучше находить предметы. И главное пройти проверки реакции. Потому что... Тогда ты усилишься. И каждый раз будешь все сильнее и сильнее. Все ловче и ловче. Давайте тут пробежимся. Тут тоже бывают всякие предметы. Лучше, наверное, по домам лутаться. Ну, еще я такую тактику выработал. То, что... Когда ты мансишь от маньяком, реально проще сбежать. А сейчас я заметил, маньяк наоборот за тобой не бегает. Он очень быстро ловит ботов. Но когда ты останешься один, тебе будет сложнее. Подписчики... Ой. Игроки. Игроки дописались до разработчиков. Мол, сделайте маньяка. Почему он постоянно за мной бегает? Ребят. Было проще намного, когда он бегал за тобой. Потому что, когда он за тобой бегает, ты мансишь. Ты тянешь время. Пока ты тянешь время, выжившие тиммейты быстренько все находят. И ты легко сбегаешь. Но вы сами этого хотели. И лично теперь эта тактика не работает. Он за мной не бегает. А ловит ботов. А ботов он очень легко ловит. И когда ты останешься один, ты просто не сможешь сбежать. Потому что тогда у него не будет выбора. И он будет бегать за тобой. Так, ну ладно, посмотрим. О, Моно уже поймал. Где машина? Можем бензин уже залить. Отлично. Давайте заливаем бензин. Попробуем пройти проверку реакции. Моно спасли. Блин, да он всех ловит. Где они там тусуются? То Моно поймал, то Айронса. Айронса в клетку вообще поймал. Надеюсь, его будут спасать. Вот, 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 вот. Прошли отлично проверку реакции. Так, нужен аккумулятор и ключи надо найти. Ключи часто бывают дома. Я замечал, но сейчас нету. Блин, двоих поймал уже в клетку. Аккумулятор найден. За мной, кажется, побежал, да? Капец. Аккумулятор найден. А ключи-то не найдены, блин. Я долго буду аккумулятор заводить. Еще одного поймал. Да вы издеваетесь. Троих поймал. Капец. Сейчас за мной выйдет. Ну, это жесть. Ну, конечно, в самом конце он будет за вами бегать. Закричало все-таки. Бежим, бежим, бежим. Да хватит кричать от страха. Это все из-за заразы. Не зараза, я часто кричу. Так, без заразы я не кричу от страха. Айронс вырвался. Выбрался, Айронс. Капец, Айронс выбрался, ребята. Мону спас. Где он? Он ломает дверь. Ну, спасите еще одного. О, боже мой. Капец, 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 капец. Быстрее к аптеке бежим. Двое выбралось, это хорошо, смотрите. Раз. А, я не успею. Капец, я немножечко не успел. Да он издевается. Он меня просто бросил. Настрой осталось, он за другими побежал. Ключи кто-нибудь найдет, нет? Давай, давай. Надо, чтобы они тоже подхилялись. Давай, 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 давай. Две проверки реакции, блин. Надо две было пройти. Так, 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 так. Где ключи? Гребаные дурацкие ключи. Видел кто-нибудь ключи? Можем на машине сбежать. Если найдем. Давай, давай, давай. Давай аккумулятор хотя бы поставим. Что такое? Вентиль. Нужен нам, нет? Давайте возьмем. Что, он поймает их, да? Где он? Прям тут где-то. Да его фиг поймешь. Ну где-то тут крутится. Вон он. Он забаговался, что ли? Смотрите. Бывает такое. Тут двери нету. Офигеть. Капец, двери нету, ребята. Да хватит кричать. Ключей. Ключ нужен, ключ. А мы не можем действовать. Пока мы кричим, мы не можем никакие действия, что ли, делать. Серьезно? Да, по ходу дела, ребят. Все, только сейчас можем делать. Устанавливаем аккумулятор. Давай, давай, пожалуйста. Я прошу тебя. Напряженная каточка. Ну уже, ну уже. Ну ключ, я не знаю, где мы будем ключ искать. Капец, щиток. Проще было щиток починить. Вот нафига я, нафига я это сделал. А я все могу сбежать. Ключи уже найдены. Ой, ребят, мы сбегаем. Отлично. Капец. Вот это была напряженная каточка, ребят. Офигеть. Ну что ж, зато мы взяли эпический сундук. Это очень круто. Найс. Ну давайте поиграем за стежка седьмого уровня. Let's go, погнали. Хо-хо-хо-хо-хо. Я готов. Готов ловить и выслеживать. Три, два, один. Поехали. Мне нравится за него играть. В том плане, что у него обзор намного лучше. В два раза лучше, чем у обычного мана. Но недостаток, он медленный. Зато есть еще одно преимущество. Он с одного удара выламывает двери. Это тоже очень круто. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто-то попался. Ну ускоряется он, правда, потихонечку. Но ускоряется. Видно, видно. Смотрите, уже начинает бежать. Раз есть, отлично. Отличненько. А было бы прикольно, что если в игру добавят наподобие таких персонажей, как Аннушка, да? Из Dead by Daylight. Вообще можно много, много, ну немножечко позаимствовать идеей. Совсем чуть-чуть, да? Просто как-то все равно сделать более, более что-то свое. Ну какую-то идею можно брать у Доты, допустим. У Dead by Daylight. Много игр есть, у которых можно взять идею. А, так, одна. А, блин. Это насколько я запру его. Чем больше я пройду проверок, тем сложнее будет им выбраться. Это прикольно, тоже система. Попробуем, смотрите. Так, вниз, вверх. Не успел. На 12% сложнее им будет выбраться, видите? Каждая проверка реакции усложняет им выход из клетки. Так, ну двоих поймали. Двоих поймали. Ну это те же самые кричат. Это кто в клетках? Ладно, пускай спасают, если хотят. Довольки быстро они погибают. Они могут сами выбраться, в принципе. Есть небольшой шанс, что они сами выберутся. Выберутся. Посмотрим. Вот это круто. Вот это очень здорово. Классно ломает. С пензопилой такой. В Хорфилд раньше тоже была бензопила, но ее убрали. Потому что посчитали, что это слишком жестоко. Я надеюсь, эту игру за это не накажут. Не хотелось бы. Так, вниз, вниз. Это туннелиство уже было, да? В принципе, это же боты. Это же боты, все нормально. Пью. Отлично. Это нам тоже дачки дают? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какой смелый Айрон. Смотрите, просто на меня побежал. Ну, капец. Слышу, слышу, слышу. Где ты у нас? Классно он входит без спроса, да? Давай-давай-давай. Вом-вом-вом-вом-вом. Отлично. Вом-вом-вом. Причем он сразу может идти. Через чур-ым-бовый, да, маньяк такой? Ой, следы. Вижу, 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 вижу. От меня просто так никто не уходил. Никто не уходил. От меня просто так. Ой, разогнался, разогнался. Блин, хороший у него способен. Серьезно, если он удрал? Нормально так. А, ускорение еще. Какого черта? Он тут же второй раз побежал. Как так? Ну, вы видите, что он делает? Его реально сложно поймать. Я только две прохожу. Ой-ой-ой-ой-ой. Кто у нас тут? Ну, боты стали немножко туповать. Раньше было сложнее их найти. Ну, в принципе, возможно, лучше. Проще играть стало. Завыживших даже не знаю, насколько проще стало играть. Вот, ну, раньше я прям тактику хорошую обнаружил, что если маньяк будет за тобой бегать, то другие будут собирать предметы. Тебе будет проще. Также стоит проверять вот эти места. Там, где лодка, там, где машина, там, где щитки могут быть. Вот. Потому что они там тоже часто тусуются, когда устанавливают. Это важно знать. Серьезно, легко мы поймем. А, кстати, смотрите, легко поймали. Вырвался. Ну все, теперь точно легко поймали. Отлично. Как-то так. За мана проще все-таки играть. Давайте еще раз откроем обычный. Гарик, Гарик нужен один. Нет, ну из этого с обычного ничего не выпадает. Вообще-таки до новых встреч. С вами был Дариди. Увидимся в новых сериях, видеороликах. Спасибо за поддержку канала. Всем пока-пока, ребята.